gps о влиянии поправок 100 а то на gps справочно что это такое вообще это сказка побосёнка на территории советского союза с ней носился некто академик арнольд он просто рассказывал сказки в раке и вот о влиянии gps на влияние поправок на gps это вообще обыкновенное вранье справочно вот я в те времена когда это начиналось просто коллекционировал материалы складывал их в документики чтоб она была тут просто немножко по зачитываю сейчас и сохраненного первым источником является официальный матри материал самих разработчиков gps operation control system 1 9 9 6 где в ответ на запросы они разъяснили 1996 год что не используются не 100 не а то поправки gps and relitivity бла-бла-бла по-английски цитата перевод именно то что можно было ожидать от преобразования лоренца от центра вращения к новинной системе покоя ускоренного начала координат за исключением ведущего множителя на аналогично формуле полученной в классической физике для времени прохождения сигнала gps от спутника gps до наземной станции как мы показали ведение фактора игры приводит к изменению классического результата всего на 23 миллиметра короче говоря не существует недостающих членов теории относительности они отменяются то есть то есть то есть вранье вот те люди которые вам рассказывают про поправки gps релятивистки они вам собрали они могли добросовестно врать потому что рассказали другие люди им третьи люди и вроде как люди вызывающие доверие а им всем рассказал свое время академик арнольд ну и академику арнольду тоже может это рассказал ну наверняка вряд ли наверное сам он этот бред нес потому что большинство бреда про релятивизм в нашей стране это порождение арнольда вот нету просите пруфы вот пришел идиот вам сказал влияние поправок на gps вы сразу знаете для себя это идиот и просите у него пруфы он вам не принесет он будет нервничать верещать что-то топать ногами но это просто доверчивый идет лошара такая тупая лошара которая верит что gps меняет пространство вносит релятивизм вносит какие-то поправки в gps смысл в чем вот этот материал даже если бы разработчики не прокомментировали свое время надо его для мыслящих людей для способных сосредоточиться он не требуется потому что если нет причина следственной связи по релятивизму вообще если это не научная теория то в научном смысле она поправить ничего не может это вот сопельку дитё вы вытерла а камаз вот так вот это не значит что она поправила камаз детишка не может поправить камаз но детишка может говорить что поправка соплей на камазе позволила камазу успешнее довозить грузы повысила свойства камаза камаз стал точнее но причина следственной связи между соплей на камазе и выводами нет вот то же самое вот с gps и релятивизм это идиоты которые не могут сосредоточиться здесь несколько страниц я вот сохранял свое время как подтвердили теории относительности спутники gps сначала мэры gps массовое сознание вдалбливали не подлежащий сомнению тезис о том что это навигационная система работает с огромной точностью подтверждая ежедневно ежечасно ежеминутно предсказания стоя то насчет изменения тем под течением времени на бортах спутников устанным образом от общественности скрывали как конкретно эти предсказания подтверждаются так в одной из самых известных книг по основам gps автор ни словом не обвалился о том каким именно образом при работе gps учитывается релятивистские и гравитационные эффекты это настолько контрастирует с широтой охвата материала и подробностями что невольно возникает вопрос почему от нас прячут свидетельства что и нас как гениальности а вопрос прост потому что свидетельств нет ибо концепция относительно скоростей случае с gps не работает с полной очевидностью вот смотрите пусть пользователь gps навигатора принимает сигналы от нескольких спутников gps каждый спутник из этого созвездия имеет свою скорость относительно навигатора по логике относительных скоростей для бортовые часы на каждом из этих спутников должны испытывать квадратично доплеровские замедления хода соответствии с скоростями откуда бортовым часам знать эти скорости к тому же наблюдатель не один если другие пользователи gps навигаторов если скорости те же спутников относительно другого наблюдателя не те что относительно первого той квадратично доплеровские замедления хода часов ботовых часов должны быть не те что для первого это уже ни в какие ворота не лезет ведь опыт показывает что хода бортовых часов что хода бортовых часов gps однозначно чихали они на наблюдателя на миллионы остальных пользователей они тикают одинаково для всех станция слежения с спутниками gps рассредоточены по разным долготам свидетельствует ход каждых бортовых часов постоянен с точностью до небольших случайных флуктуаций и до поправок на небольшие отличия орбит gps от круговых а также на периодически производимой коррекции этих ходов только благодаря почти постоянным ходам бортовых часов gps оказывается возможно выполнение одного из главных пунктов технического задания ну в общем на эту тему писала то много но это все в принципе можно не читать если нет причинно-следственной связи между теорией относительности и любым результатом то этим вообще можно не заниматься вот люди даже не обращают внимание насколько слабоумна концепция теории относительности вот первый закон логики имеет ни одно значение значит не иметь ни одного значения у вас уже с равно старте две теории специальная теория относительности и общая теория относительности это уже нарушение первого закона логики то есть люди фундаментально не могут сосредоточиться. У них даже на этом уровне. Дальше у них фальсификация предмета счета. Когда мерности пространства поменяются мерностями времени. Сравнительной характеристикой. То есть полностью бред. Ни что поправить это не могло. Поправки нет. Есть сказка и вранье. Так, дальше фрагментик. Эти факты убийственны для СТО и АТО. Частоты квантовых генераторов испытывают релативистские гравитационные звеги, а частоты кварцевых генераторов их не испытывают. То есть, значит, в случае квантовых генераторов эти звеги обусловлены вовсе не с замедлением времени, которое, как мы помним, влияло на все физические процессы. То есть, меняем тип устройства и все. На этих часах работают ваши поправки, на этих не работают. Это факт. То есть, вы жулики, конченые жулики. Кварцевый генератор их не испытывает. Приехали. То есть, мошенничество. Просто мошенничество. Здесь уже совсем крапят по логике цифрового мира. Здесь дело в программных манипуляциях, которые управляют положением квантовых уровней энергии и вещества этих программ. Ой-ой. В общем, пруфов нет. Есть сказка врунишек. Даже пруфы, если они притащат, пруфы будут основаны на вранье, потому что нет причинно-следственной связи. Но люди есть, которые понимают логику, да? И там для этих людей понятно. Где нет логики, значит, нет ничего. Есть люди, которым чихать на логику. Вот здесь совпадает у зайчика два уха, подстрельен принесет редиску в два часа. И будет две редиски, потому что у слона тоже два уха. Все. Они не могут сосредоточиться. Они похужести какие-то выискивают и думают, что это имеет отношение к науке. Тема GPS закрыта на старте. Мы объясняли простой способ. Сейчас вот попалась эта литература, которая по истечении многих лет вместе с вами читаю. Здесь полностью все подряд, что было с этим вопросом связано. Я не пользуюсь вот этими данными. У меня на них крест по причине отсутствия логики в теории относительности. Вот если в чем-то логики нет, уже не надо это все искать. Но здесь, конечно, для обывателя факты вопиющие. Если один тип устройства дает вам, отклонения, другой тип устройства не дает отклонения, значит, это не имеет отношения ко времени. Это имеет отношение к выбору устройства. Все. Замените песочные часы на механический хронометр, и у вас изменятся показатели. Ну да, механический хронометр на орбите будет тикать, потому что там пружинка, да, а песочные часы, они не будут там сыпать вам песочек, и вы будете говорить, что время остановилось, да, у вас песочные часы не тикают, не сыплют песочек, значит, две минуты даже пройти не может, время стоит. если вам кто-то такой будет задвигать в теории относительности, он мошенник, да, но они взяли другие типы часов, которые для зеваки, а, кварцевый хронометр, а, я не понимаю, о, значит, они говорят правду. Не верьте шарлатанам, с вами был научный трибунал, мы вводим этих поросят на чистую воду. Катюши. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...